Доброе утро дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и опять Эдуард Петер. На улице дождь. Наверно, причем сильный всю ночь лил и сейчас еще идет, наверное, ваша погода передалась на Германию. И что можно будет поделать в такую погоду? Ну, студийщики, народ в этом плане защищенный, включая вспышки, фотографируя, а вот на улице-то, и как хорошо, что я вчера успел, или позавчера, уж не помню, сфотографировал эти розочки. Для чего? То есть, вот один из снимков, я говорил, что мне нужна желтая розочка, я ее сфотографировал, а потом сделал вот такой декоративный элемент из нее. Пожалуйста, художники, оставайтесь тогда в спокойствии, не дергайтесь, их очень раздражает, когда начинает под картины маслом косить. Я знаю это. Поэтому рассматриваем это как одно из декоративных таких изысков на фотографии. Кто-то может воспринять это кичем, кто-то может сказать, я хочу такое делать. В свое время я делал так собак, и они у меня продавались, и они не выглядели кичем. Мы выглядели нормальные собачки, сделанные в стиле таком, живописном. Поэтому я выставил в нашем группе ВКонтакте и спросил, хотите ли этому научиться, там сложного ничего нет, в основном терпение. А вот так как мне написали, да, хотим, то я, идя навстречу вашим пожеланиям, это сейчас и сделаю. А потом мы с вами еще увидимся в конце. Итак, дорогие друзья, это вот то, что я принес с этой вылазки, одно из. Сфотографировал розочку. Довольно-таки нормально при тех условиях. Пекло было, солнце жгло. Так, и теперь мы начнем с того, что я вам скажу, что для подобных вещей лучше всего использовать программу Pinter 10X, по-моему, когда-то я использовал. Она более заточена под эти вещи, там можно мазки различные делать и так далее. Здесь это немножко сложнее в фотошопе. Но, понимаете, ради одного кадра, ради того, чтобы побаловаться, поиграться, брать и покупать новую программу, это не совсем то, что я хотел. Итак, с чего мы начнем после этого предсловия. Мы возьмем с вами сейчас перышко и начинаем аккуратно его цветочек этот выделять. Если кто-то не владеет пером, то, пожалуйста, у нас есть курс в фотошопе, где вы очень быстро можете этому искусству научиться. Так, то есть мы сейчас это просто вырежем с листочками, с лепесточками. Так, вот такая у нас получилась выделенная розочка. Давайте мы ее сразу куда-нибудь так в угол пристроим, потому что мне так больше хочется, чтобы он был здесь вот так. Так, вот так у нас слишком прямая эта штука. Вот. И еще я забыл. Мне надо было вот этот кусочек вырезать еще, чтобы у нас не повисла роза. В воздухе. В воздухе. Вот так. Так, тоже сейчас. Водит, хватит одного. Вот так. Копируем на новый слой. Так. А вот здесь надо Ctrl-J. Убираем нижний слой тут и подводим сюда. Разворачиваем. Все. Вот теперь все правильно. Ну, а там и потом попробуем. Готовенько. Соединим. Ctrl-E. Теперь отключим и займемся самим фоном. Я вам скажу сразу, ребята, что для таких упражнений нужны очень мощные видеокарта и RAM-память. Если у вас этого нет, то старайтесь сделать так, что... Сделайте свой размер, свои картинки до тех пор, покуда у вас потянет ваш компьютер. У меня мощный, в общем-то, 8 гигабайт RAM, но все равно я стараюсь на очень больших это не делать. Итак, мы развернули примерно в том же направлении. Соединяем. Но сначала мы сделаем копию, ребят. Делайте всегда копию, а вот эти уже соединяйте. Почему я об этом сейчас предупредил? А потому что мы с вами сейчас будем заниматься следующим. Мы возьмем фильтр. Возьмем размытие и размытие движения. То есть вот так мы это размоем. Вот. И вот в таком духе смотрим. Наша задача сейчас... Сделать как бы мазки, ребят. Поэтому вот так где-то это должно выглядеть. Так. Окей. Сейчас мы тоже самое соединим вот эти два. Значит, там просветы. Ну и сделаем копию. В каких местах там не получилось. Поэтому делаем размытие еще раз. Вот так. Вот теперь почти везде. Это то, что вот нам и нужно. Чуть-чуть растянем сюда и сюда. Закроем листики там, какие. Если появились. Вот это то, что нам уже надо. Вот такой. Так. Соединяем эти два фона теперь опять же. И делаем следующее. Мы сейчас пойдем с вами в фильтр и найдем структуру, чтобы делать. И структуру мы сейчас это делаем. Вот. Каменный песочек. Вот так. Это первый раз мы делаем. Так. И теперь пойдем-ка мы еще разочек размоем. Возьмем вот так и поменьше, поменьше. Сейчас у нас, я объясню, что мы делаем. Мы наносим вот такие штрички, как бы от кисти, да? Вот. Смотрите. Вот так, где-то будет правильно. Вот так. То есть мы сейчас на холл сделаем. Мы делаем размыть их. Холл мы будем делать потом. Хорошо. Отлично сделали. Так. Смотрим, как смотрится на этом фоне розочка. Розочка смотрится очень, скажем так, не в тема здесь. На этом фоне, потому что как бы она смотрится отдельно. Нам ее нужно туда привязать. Привязать следующим образом. Первое. Мы сделаем тоже копию. Потому что всегда потом нам нужно эти вот копии. Мало ли что поправить и так далее. И вот теперь мы ее соединяем с этим фоном. Может быть даже чуть-чуть. Сейчас я посмотрю. Может быть она слишком светлая. И мы ее сейчас притемнем. Маленечко. Приглушим. Вот так, да? Вот так приглушим. Отлично. Это важно. Чтобы оно сочеталось. И теперь делаем следующее, ребят. Мы это делаем. Вначале возьмем нашего врага. Это шумы. И добавим сюда шумов. Смотрим. Их не должно быть слишком много и не должно быть мало. Вот я думаю, что 2. Видите, это перебор. А вот это тоже. Я думаю, что мы остановимся где-то на 2-3%. Вы уже, наверное, догадались, для чего нам это надо. Да-да, по той же самой причине. Хорошо. Вот так. Где-то у меня получилось 2,33%. А теперь вот самый фокус. Мы берем с вами кисточку. Я вот посмотрю. Да, пожалуй, мы так оставим. У меня в наборе кистей есть так называемые кисти для рисования. Да, вот они, они всякие тут есть у меня. То есть вот так там можно рисовать и так далее. Я их часто использую. Но нам из этого набора есть специальные наборы для этого. Если хотите, вы можете поискать. Но нам с вами нужен будет вот этот 247-го. У меня показался наиболее симпатичным. Так. И что мы сейчас начнем делать? Смотрите. Мы возьмем сейчас размазывающий палец. Так. Скажем, что нормально у нас и пробуем. Да. Это то, что нам нужно. То есть мы начинаем вот отсюда сначала с середки. Прелесть этого в том, чтобы не просто размазать, а то, что как бы сделать именно имитацию. Вот эта кисть, она дает имитацию такую, да. Так. Потом поменьше сделать и пройтись уже. Главное, ребята, не оставлять вот этого шума. Сейчас я покажу. Вот этого шума не должно быть нигде. То есть в этом и заключается фокус. И в этом и заключается терпение. То есть вам нужно будет пройтись по всей картинке. Да. Обращать внимание на то, где вот светлые, да. Не затушевывать их. Где темные, наоборот, может быть чуть-чуть увеличить. Да. Ну то есть здесь нужна, ребята, здесь нужна мера. Я надо чувствовать. Иначе можно очень быстро уйти за пределы не только художественного, но и вообще чего-то симпатичного. Вот так, видите. Вот где-то так раз и далее. И вот посмотрите теперь. Видите, он уже похож на мазки кисти. Отводите дальше, отводите ближе. И двигайте навстречу, да. Конечно, ребята, с мышкой это очень тяжело. Но можно я когда-то делал. И мышка. Тут еще нажим играет роль. То есть вот так вы можете это все сделать. Делайте по всему. Но оставайтесь вот здесь. Как бы только вот оставайтесь. Они все равно не столь тычинки эти. Не надо их размазывать. Да, это сразу бросается в глаза. Чуть-чуть, ребята, так только что. Как будто маленькой тонкой кистью прошлись и нарисовали. И все, больше ничего не надо. А остальное опять же вот так. Потихонечку. С середкой сначала. Потом краешки. Так это раз. То есть тут нужно просто терпение. И аккуратность. Кстати, эти кисти, они бесплатно где-то в доступе есть. Я не помню где их взял. Уже точно. Ну посмотрите. Кисти для враж для рисования. И отводите назад. Смотрите. А вот полоска получилась. Слишком желтая. Растворимая чуть-чуть. И идем уже внизу. То же самое надо делать с листьями. Не старайтесь прорисовывать там сильно прожилки и так далее. Тут главное не это. Главное показать просто вот видите вот. Используя вот это желтые прожилки. Используя их показывать, что тут листочки они у нас ребристые такие. И таким образом он будет приближаться уже к подобию. Используя их мазков. Писточка. Кстати, не забудьте поставить вот здесь галочку, что брать все слои. Иначе он будет брать только этот. А наша задача слить. Потом мы, конечно, соединим это все. Но пока вот так, ребята. Вот. Изображайте такие мазки. Используйте темные участки, светлые участки. Таким образом у вас более художественное будет. Более так это похоже на декоративное что-то. Ну и вот я вам показал примеры и так по всему. После того, как в общем и целом мы это сделали, да, увеличьте свою работу. И посмотрите на предмет вот этих остаточек. Возьмите маленькую кисточку. Тернее кисточку, опять же пальчик такой уберите. Теперь маленькую. И вот эти кусочки доведите до ума. Ребята, в этом и заключается. То есть, если вы хотите декорацию сделать, то делайте ее на совесть. То есть, не оставляйте вот этих шумов. Они нам сейчас, они нам помогли, да, вначале. Но сейчас им здесь не место. И поэтому вот пройдитесь. Увеличьте на 300, как минимум. И проходитесь так, там где вы это увидите. Поверьте, это вот маленькая, но как бы необходимая деталь. Чтобы ваша работа воспринималась, пусть не художественной, но декоративно хорошо обработанной. Поэтому за этим надо следить. Это не так долго, но зато я говорю, что аккуратности она работе придаст. Вот я сейчас так и сделаю. Пройду по всему и потом вернемся. После того, как мы с вами смысл крючками закончили, давайте мы немножко разнообразим это дело. У нас как бы этот смотрится, скажем так, очень простенько смотрится. Так, перетвинем все это. Вообще надо закрыть для какого-то... Вот так. Все. Ну и для этого я просто сделаю следующее. Мы здесь пока не соединяем, долго не соединяем эти два слоя. Так, поставим новый фон. Возьмем какой-нибудь вот зелененький такой, чуть темнее. Так, и кружочки наши нарисуем. То есть вот так, это вот так, вот так. Окей. И то же самое применим к ним вот это движение. Вот так. Окей. Хорошо. Следующий слой. Возьмем уже голубой, допустим. Тоже чуть потемнее. Так. Вот так. Это много. Так вот. И тоже применим фильтр. Размазать. Если надо, то еще раз. Вот так. Вот. Хорошо. Последнее, что мы сделаем, это мы возьмем сейчас желтенького. Тоже не очень активного такого. И пройдемся здесь уже возле самой. Так, это мы не там пришлись. На новом слое надо нам это все делать. О, это много. Это много, ребята. Вот так. И то же самое. Фильтр. И еще раз. Еще раз. И еще раз. И желтого, наверное, немножечко. Вот так. Поберем чуть-чуть. Хорошо. Хотя вот это, мне кажется, лишнее. Ну, это сугубо такое индивидуальное, ребята. Вы можете сделать так, как вам нравится. Допустим, оставим вот так. Так, хорошо. Следующий этап. Так, мы сейчас это делаем. Соединим. В папочку положим. Потому что в папочке, чем хорошо, можно сразу всю папочку управлять. Вот так, допустим. И еще мы немножко уберем насыщенность. Так, немножко. Готово. Есть. Теперь мы можем уже фон соединить на одно, чтобы нам удобнее было. Вот оно. Так, и теперь сделаем следующее, ребята. Мы соединим их, как бы, одним градиентом. Так, вот теперь мы их соединяем. Вместе. Так. А сверху кладем градиент. Допустим, вот в моем случае я возьму вот такой какой-то вот синий. Так. И, допустим, зеленый, темно-зеленый. Вот такой. Так. Окей. И теперь делаем градиент. Вот этот. Вот такой. Вот такой. Вот так. И ищем подходящее наложение. Ну, тут вообще можно играться до нелья, да? Ну, мы с вами сейчас найдем то, что нам нужно. Вот, допустим, вайфис ликит. То есть, мягкий свет. Посмотрим еще. Нет, я думал, что... Видите, тут можно разнообразить. Сделать, допустим, вообще вот такой декоратив, да? Ну, я хочу как бы... Вот, это тоже привлекательная вещь такая интересная, да? Ну, мы с вами на розочке остановились. Хотя вот этот цвет мне очень нравится. Вот эта картинка. Ну, я говорю, это все индивидуально. Так, смотрим сюда. Где у нас? Вот он, мягкий свет. Так, теперь делаем черную маску, или не белую маску, и спасаем от налета в желтые. Листочки мне как раз такие и нужны. А вот желтые я бы хотел немножко выделить таким образом, да? Все, отлично. Так. Готово. Теперь, опять же, Ctrl-Shift-A, T, я соединяю. И наводим тут нет структур тоже, структурами. Так, ну, мне это не нравится. Надо как-то развернуть это вот таким образом. Вот, рельеф чуть убрать. Окей. И нам теперь тоже надо поставить маску, чтобы сделать только там, где нам хочется. То есть, убираем. И здесь можно оставить по контенту. Оставляем только, где нам это кажется необходимым. какую-то вот полоску такую, да? А самая розочка желательно бы это убрать. Так, ну, теперь дальше продолжим. Еще немножко нам осталось, ребята, потерпите. Осталось совсем немного. И последнее, что мы с вами сейчас сделаем, мы расставим акценты. Ctrl-Shift-Alt-E. Тоже на всякий случай еще одну копию. Дело такое, увлекешься, и потом поздно возвращаться будет. Итак, затемняем нашу розочку. Немножко серого добавим. Вот так. Окей. И теперь черную краску кружочки. И начинаем тут выводить это из себя. Желательно уменьшить. Действие кисти, чтобы помягче это все было. И вот здесь на листочках. Ну, тоже как бы. Лучки падают на листочках. Так они должны угадываться. Ну, не особо так это. Чем на места убежим. Светлая даба. Нет, этого не нужны. Хорошо. Так. Еще раз соединяем. Теперь мы белый. Выводим наверх это дело все. Не обращаем внимания на пересвет наверху. Нам это не помешает. Так. Делаем черную маску. И то же самое теперь делаем здесь. С помощью белой листочки. Вот так. Вот так. Вот. Теперь мы даем сюда. Оп. Это лишнее 0. Отходим назад, смотрим, где напортачили. Вот тут напортачили. Здесь надо аккуратненько действовать, ребят. Чтобы не произошло пересвета. Вот эти последние действия я могу сравнять с помощью вот этого. Ок. Хорошо. Еще раз соединяем. Ну, теперь уже выводим полностью на тот свет, какой нам нужен. Вот допустим, вот такой. Ну, и это еще и все. Также при вот этих всех манипуляциях мы постепенно, постепенно, постепенно теряем насыщенность цветка, яркость его. Поэтому вот самое простое, тут как бы добавить, но это яркости, но это не даст нам особо ничего. Поэтому мы возьмем сейчас копию, кинем ее под низ, здесь делаем маску белую. И вот сейчас аккуратненько при помощи кисточки начинаем это высвечивать. Некоторые уголки. Тоже не увлекаемся, но и... Таким образом мы вернули малую желтизну. В принципе, вот и все, да. Я вам просто подскажу так, еще что вы можете сделать. Вы можете взять баланс белого вот здесь, да. И попробовать с помощью этого баланса белого тоже еще поиграться, то есть сделать то, что вы хотите, допустим, более зеленое сделать, да. Или добавить туда какие-то другие цвета с помощью вот осветлителя и так далее. То есть розочку можно сделать другой и так далее. То есть это позволяет тоже как бы сделать такие интересные эффекты. Но нам, в принципе, мне... Сейчас я посмотрю еще чуть-чуть, может быть, яркости добавлю. Так, ну только маленько. Вот так. Так. И теперь, чтобы превратить ее в паспорту, возьмем сейчас и сделаем здесь белую окантовку. Ну, скажем так. 10, 10, 15, 15. А я забыл сначала вырезать, ребят. Мы же тут размазали все на свете. Вырезаем. Теперь у нас края чистые. Теперь идем сюда. Картинки берем. Узкость эту. Говорим, что тут будет 10. А здесь нам надо 15. То есть вполне хватает на открыточку. Так. Вырежем вот так. Ну и заполним это белым. Вот так. Теперь можете ставить подпись под произведением. Искусство. И, в принципе, все. Тут вот надо еще будет поработать маленько. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами потрудились немножко в фотошопе. Вот. Была у нас картинка. Вот. Стало. Разница существенная. Я вам сразу скажу, что не пытайтесь с такими работами ходить на форумы художников. Вот там заплюют. На стоке я тоже думаю, что там начнут кричать, а кто автор, а кто автор, да? Придется доказывать, что вы автор. Я сделал это чисто так, для тренировки, для души, чтобы восстановить память. Я когда-то такое делал. И я думаю, что, допустим, сделать открытку, да? Или повесить на стену такую, распечатать картиночку. Будет интересно. Так, что я еще хотел сказать перед тем, как я с вами закончу. Дело в том, что завтра пятница. Вы помните, что по пятнице у нас с вами посиделки. Ну и совпало так, что у нас будет обсуждение о работе сегодня последний день, когда вы можете поставить свою работу. А завтра с утра я займусь обсуждением. Ну, где-то, я не знаю, к обеду ближе, да? А после этого обсуждения, ну, так совпало, уже будут фото посиделки. Окей? Поэтому надолго не прощаюсь. До завтра всего лишь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин